И все-таки, если говорить о перспективах на этот год, возможно, забегая чуть-чуть вперед, на 2012 год, на Ваш взгляд, что ожидает, ну, скажем, например, гривну украинскую? Каков был ее курс? Вы одно время прогнозировали, по-моему, на курс 9,5, сейчас пока 8. Ну, у нас было, да, несколько уже прогнозов. 9,5, наверное, был прогноз еще в начале 2009 года, когда только начались первые признаки стабилизации, да, но они были очень неуверенны. В дальнейшем мы даже в прошлом году, в начале года, мы даже ожидали укрепления гривны, и к этому были все предпосылки. Единственное, что не сбылось из наших прогнозов, то, что Национальный банк просто не позволил реализоваться, да, всему там удовлетворению иностранного капитала, просто выкупал валюту в свои резервы, таким образом, чтобы гривна не дошла до 7,5. Вот, хотя в середине года был настолько сильный приток капитала, что если бы просто Национальный банк позволил курсу свободно двигаться, то гривна могла дойти, там, до 7 очень-очень быстро. Поэтому на сегодняшний день мы уже такого огромного притока капитала не ожидаем, как это было в прошлом году. Вот, поэтому, скажем, рынок в течение, валютный рынок в течение года он будет так близок к балансу, то есть рост предложения будет более-менее сбалансировано. Сплески, конечно же, возможны, но это зависит от многих там факторов, в том числе на том же рынке торгуют обыкновенные люди, да, валюты, которые тоже есть свои какие-то ожидания. Вот, и когда там эти ожидания совпадают, и все ожидают, что в ближайшее время там будет избыток, например, валюты, то все быстренько начинают продавать. Вот, и, соответственно, сами же, сами же и провоцируют какие-то колебания в курсе. Но в целом, по угоду, мы ждем, что рынок будет более-менее сбалансирован, то есть гривен останется примерно в текущем уровне, вот при этом возможны колебания в районе там 2% в одну и другую сторону, то есть это фактически уровень 7-8, 8-1.